Здравствуйте, друзья! На днях меня в очередной раз пригласили на очередное ток-шоу на канал Украина 24, где обсуждалась тема Донбасса. И помимо прочих гостей в студии, в том числе присутствовал народный депутат Украины Евгений Шевченко. Это бывший слуга народа, которого недавно исключили из фракции за поддержку режима Лукашенко. Вы наверняка помните эту скандальную историю. Шевченко поехал в Беларусь и там провел резонансную встречу с Александром Лукашенко, о которой тогда написали все украинские СМИ. С тех пор Евгений Шевченко вообще перестал стесняться, и теперь он на эфирах уже в открытую озвучивает различные тезисы Кремля, рассказывает про страшных украинских националистов, призывает понять и простить Путина, дружить с Москвой, ну и, в общем-то, озвучивает тому подобную дичь. Так случилось и на этот раз в том эфире, где я был. Евгений Шевченко снова говорил о том, что нужно понять русский народ, и нам, украинцам, следует пойти на те условия, которые нам выдвинул в своей недавней статье российский президент Владимир Путин. У вас рецепта нет. Рецепт простой. Услышать нужно русский народ. Такая Россия, это факт. Уберите проявление национализма и уберите внешнее влияние Америки. Убрать национализм в понимании таких людей – это просто отказаться от всего украинского и согласовывать свою политику, свою историю, свое законодательство с Москвой. То есть, если ты, например, чтишь каких-то писателей, поэтов, культурных или политических деятелей, не согласованных с Россией, которых Россия не одобряет – все, ты националист. Если ты, например, учишь историю по каким-то книгам и материалам, которые не одобрены, не согласованы с Москвой и противоречат взгляду Кремля на историю – ты националист. Если ты, например, считаешь, что нужно поддерживать украинскую музыку, украинские книги, в том числе, там, какими-то квотами – все, ты националист. И депутат Шевченко, значит, заявил, что мы сами виноваты. Вот мы своим национализмом вот этим вот взяли и спровоцировали россиян на агрессию против нас. После того, как он это заявил, я задал ему простой вопрос. А чем перед Россией были виноваты те жители Донбасса, которых в 2014 году вот эти вот российские защитники русскоязычного населения стали кидать на подвалы, там, грабить, отжимать у них машины и так далее. Это же были простые, обычные русскоязычные жители Донбасса, никакие не националисты. Что плохого России сделали они? И я привел конкретный пример. Я привел в пример мэра города Антрацит Луганской области. Один очень маленький вопрос. Вот Евгений Шевченко говорит, что нужно понять русский народ, не зиговать, потому что русский народ это плохо воспринимает. Так вы даете им повод. Вы же это даете им сами. Хорошо, даем повод. У меня один маленький вопрос к вам. Я просто приведу конкретные примеры жизни. В Луганской области есть такой город Антрацит, он сейчас не подконтролен. Там был мэр от партии регионов, его звали Вячеслав Салита. В 2014 году, когда туда зашли россияне, казаки, вот тот самый русский народ, они похитили этого мэра от партии регионов. Он был очень пророссийский, никогда в жизни не зиговал. Коммунист всю жизнь был. Они его похитили, держали на цепи, пытали, там страшные дела. Потом продали его родственникам за больше 100 тысяч долларов. Короче, его выкупили, и он умер в Харькове. В 2014 году. Скажите, где против русского народа пошел мэр Антрацита Вячеслав Салита? За что его запытали до смерти? В чем он провинился? Где он зиговал? Может, он там за Бандеру где-то сказал что-то? Можете рассказать, где он перешел дорогу русскому народу? Проект «Антироссия» Украина, не свободная независимая Украина, а проект «Антироссия» начался после 2004 года. История мэра Антрацита Вячеслава Салиты, которую я рассказал на этом эфире, она достаточно известна. Я уже раньше неоднократно ее рассказывал, и в том числе снимал об этом отдельное целое видео. Вы сейчас видите ссылку у себя на экранах, поскольку я об этом уже во всех подробностях рассказывал, я не буду сейчас повторяться. Важно понимать, что это не единичная история. Таких историй сотни. Они происходили с самыми разными жителями Донбасса, не только с Вячеславом Салитой. Я просто этот пример привел как самый яркий и наглядный. И обратите внимание, что Евгений Шевченко попытался вообще уйти от ответа, стал, понес какую-то чушь там про «Антироссию», то есть попытался как-то соскочить с темы, уйти в сторону, чтобы на этот неудобный, крайне неудобный для всякого пророссийского деятеля вопрос не отвечать. И дальше его стали возвращать к моему вопросу и требовать, чтобы он все-таки на него ответил. Евгений, ответьте, пожалуйста, на вопрос. И провокации были здесь такие. Евгений, на вопрос, ответьте, пожалуйста. По поводу вашего мэра «Антрацинга» в России. На вопрос, Денис, ответьте. Это частный случай, он не касается всей политики. Ну, то есть, понимаете, это частный случай. Просто пустяк. Подумаешь, мэра похитили. Не надо на это и внимание обращать. А вот если бы он был вашим родственником, что бы вы сейчас говорили вообще? Вы были таким же вообще под лицом и то же самое бы повторяли. Так, панова, будь ласка. У нас майже вышло 40 тысяч из-за одного частного случая или дух нельзя на весь народ ввести смерть. В каждом народе есть свои уроды. Панова, я буду просить, я буду просить все-таки зупинятися. В общем, дальше начался такой обычный для этих ток-шоу базар. Но суть происходящего, думаю, вам ясна. То есть, Шевченко сначала попытался уйти от ответа, а дальше стал рассказывать, что, мол, ну да, ну было дело, но не стоит на это и внимание обращать, потому что это какой-то вот эксцесс, единичный случай. Но на самом деле не единичный. Таких случаев было очень много. И я про огромное количество таких случаев рассказывал. Я приводил вам пример преступления банды Мозгового. Я показывал прямую речь Гиркина, который сам лично открыто признавал, что казнил людей. И при этом за эти свои преступления в Российской Федерации никакой ответственности Гиркин так и не понес. У правосудия России к Гиркину вопросов нет. И это значит, что его деятельность не была какой-то самодеятельностью, да, а это значит, что российское государство с этой деятельностью полностью согласно и такую деятельность покрывает. То есть жестокость вот этих российских диверсионных групп, она была санкционирована сверху. Но наши вот эти все пророссийские деятели пытаются вот таких вот преступников вроде Гиркина, да, выгораживать сейчас и пытаются каким-то образом оправдать их действия. И вот эта вот история, вот этот эпизод, да, очень красноречивый с тем же депутатом Шевченко, он наглядно показывает, чего на самом деле стоят все вот эти пророссийские политики. То есть им на самом деле не жалко людей. Вот даже своих каких-то условных единомышленников, которые с ними разделяют одни ценности, как, например, мэр Антрациты, который был вообще-то из партии регионов, они готовы оправдать любые преступления, абсолютно любое скотство, если за это заплатили, если нужно выгораживать Кремль. Вот что угодно они скажут, это пустяк, эксцесс, фигня, не обращайте внимания. То есть там их беспокоят, значит, когда какой-то националист где-то что-то сказал, а когда человека похитили и убили, это для них пустяк, это эксцесс. И вот такие эпизоды, друзья, очень четко показывают суть этих людей. И именно на самом деле для этого я и хожу вот на такие ток-шоу, чтобы вот таким вот персонажам типа Шевченко тыкать в лицо факты и тем самым выявлять их суть. Да, выявлять, кем они на самом деле являются и как они на самом деле относятся к людям. Это же очень четко видно вот как раз в такие моменты. Поэтому, друзья, давайте поделимся этим видео. Вот важно очень такую информацию распространять. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а если вы одобряете мою деятельность, считаете, что я все делаю правильно, вы можете также поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.